И вернемся к теме Олимпиады. Армянские лыжники отправляются на игры в Южную Корею. Страна представит страну, представят три спортсмена. И на последние тренировки перед отъездом в Пхенчхан побывала Лилит Мадунц. Это последняя тренировка Кати и Микаэла на родине перед Олимпиадой. Бегают ребята обычно вместе в горах около села Ашотск. И летом, и зимой. За год накручивают почти 9 тысяч километров. Здесь же проводят и силовые тренировки. На Олимпиаде есть 6 или 7 дистанций. Я пробегу только 2. Спринт и 15 километров. Ждать особо ничего не жду, потому что там вся всемирная элита. Микаэлу всего 18. Это его первая Олимпиада. Он только вернулся из Швейцарии, где занял 23 место в молодежном чемпионате мира по лыжным видам спорта. Для юного спортсмена и для всей Армении это достижение, считает отец и по совместительству тренер Артур Микаэлян. Он в очень хорошей форме. Хотя, думаю, он еще молод для Олимпиады. Катя тоже большая молодец. Она ко всему относится с большой ответственностью. Я с ними связываю большие надежды. Но мы не едем в Корею за медалью. Мы хотим еще раз заявить об Армении всему миру. Катя поедет на игры уже во второй раз. Четыре года назад она выступила в Сочи. Тогда на дистанции 10 километров она заняла лишь 64 место. Своим результатом осталась недовольна. Уверена, способна на большее. Было тяжеловато, сложные трассы. Но это не должно мешать спортсменам. Думаю, в этом году достигну лучших результатов. Ведь я четыре года готовилась к этому. Усердно тренировалась. Ребята живут по строгому графику. Тренировки дважды в день и обязательно правильное питание. Мама Микаэла поддерживает ребят во всем. Рассказывает, как правильно соблюдать режим. Дает советы. Ведь сама когда-то была в сборной Советского Союза по лыжному спорту. Я езжу очень редко с ними. Когда есть действительно необходимость во мне. Когда большие старты, большая ответственность, большие надежды. Мне нужно помочь мужу Артуру, их отцу. Лыжи откатать, мазь попробовать. Все это на мне. Несмотря на юный возраст, в копилке спортсменов десятки кубков и медалей. Коллекция ежегодно пополняется. Ребята надеются, что и этот год не станет исключением. Олимпийские игры в Южной Корее стартуют уже на этой неделе 9 февраля.